Желто-белые шары и красочные плакаты. Студенты-медики выстраиваются в большую колонну. Сегодня они выходят на улицы города, чтобы в унисон сказать, туберкулез можно победить. По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулезной бактерии инфицирована треть населения планеты. В Приднестровье на учете находится около 4000 пациентов с активной формой туберкулеза. Бендеры на четвертом месте в тревожном списке статистики. Медики говорят, в последние годы показатели заболеваемости удалось снизить. В 21 веке туберкулез излечим на 100%, если он обнаружен вовремя. А для этого все у нас в республике есть. Показатели по бендерам ниже общереспубликанских. Если в республике 93,6, то у нас ниже 89. Привлечь внимание к проблеме. Организованный флешмоб поставленную задачу выполнил. Пройти мимо студенческих песен и танцев было невозможно. Специалисты напоминают, туберкулез можно излечить, но легче предупредить. Ежегодное прохождение флюорографии – обязательный способ профилактики заболевания. Об этом горожанам рассказывали студенты-медики. Людям нужно прежде всего знать, как передается туберкулез. Именно на это направлена наша акция, чтобы показать людям, как он может передаться, что нельзя запускать лечение и вовремя обращаться к специалисту. То, что туберкулез – это болезнь бедняков, это распространенный миф. Заболеванию все равно, кто перед ним – преуспевающий бизнесмен или опустившийся человек. При попадании в организм туберкулезной палочки достаточно ослабленного иммунитета. И тогда туберкулез начнет развиваться. Сборник подобных мифов, а также брошюры с методами профилактики заболевания горожанам раздавали будущие медики. Мы проводим ежегодную акцию в помощь туберкулезу. Пожалуйста, возьмите. Это очень интересно, если вас не интересовало нашу информацию. Подобная акция в Бендерах проходит уже в пятый раз. Организаторы – Бендерский туберкулезный диспансер, Медицинский колледж и общественная организация «Актив». Ее активисты в течение всего года проводят лекции и классные часы. Работают также с гражданами, уже заболевшими туберкулезом. Большая часть просветительской работы приходится как раз на март. Основную цель, которую мы преследуем, это донести людям, что проблема туберкулеза у нас есть. Пока при наличии всех возможностей, которые у нас существуют, лечения, обследования бесплатного, специалистов высококвалифицированных, у нас, к сожалению, пока еще мы не достигли такого уровня, когда бы мы не так обращали бы внимание на эту проблему. Поэтому мы и проводим активные эти мероприятия, дабы проинформировать людей. Участники акции неоднократно отмечали – проблема туберкулеза есть, и о ней нужно говорить. Поэтому подобные мероприятия в республике продолжатся. Екатерина Чеботарь, Иван Зелинский, Пендерское телевидение.